Всем привет, друзья мои! Сегодня я готовлю салат сборно-разборный, он называется любимый муж, но у меня он как будет называться, я понятия не имею. Дочь мне сказала, мама готовься, мама готовься, что-то будет готовить, купи продукты. Мама сказала, что она его сготовит из того, что есть в холодильнике. Какие требуются ингредиенты? Нужны грибы, вот у меня есть грибы шампиньоны, большая луковица, тоже нашлась дома, копченая грудка, у меня копченой грудки не нашлось, я обжарила голени на немножечко, там пол-ложечки оливкового масла и обжарила их кусочками, порезала. 5 яиц я тут порезала, ой, почистила. Сыр, нужен плавленый, нужны плавленые сырки или плавленый сыр, но у нас не оказалось, вот есть такой натертый сыр, я буду его использовать. И помидорки для украшения, также 3 зубчика чеснока и майонез. Может это все выглядит и некрасиво, но я уже приступлю, я помыла грибы. Сейчас я их буду нарезать, резать я их буду вот таким образом, они у меня будут крупные, ничего страшного. Продаются уже нарезанные шампиньоны, но маме захотелось порезать самой. Да. Мне раньше нравилось тоже резать, когда я только приехала, а потом стала покупать нарезанные, ну а что время тратить? А я еще люблю их резать, мне так приятно их резать. Шампиньоны я их буду все использовать. Сколько там шампиньонов? Там 16 унций, это... Унция, одна унция, это 60 грамм. Это что получается, 16? Ну и что ты хочешь сказать, что 16 на 60, это что? 600 грамм, да, шампиньоны, да? Ну, нормально. Подожди, 16 унций, это 1 паунд, нет, это 1 паунд, это 450 грамм. Угу, я так притяну, где-то полкилограмма, думаю. Это я на другое буду училась, случайно. То, что мне нужно. Может, я хорошо шампиньоны. Так приятно такое взять. У нас продолжение. Али! Али! Что, Алекс? Сейчас у нас уже и гости на пороге. Что, Алекс? Ему Хаги надо. Ну, давайте, делайте обнимашки. Да. Ничего страшного. Раз ребенку нужен Хаги. Это кто, Алекс? Кто это? На экране. Баба! Хей, баба! Он мне говорит так смешно. Мама, это чикен. Это чикен. Пойдемте, будем обжаривать грибы. Класть их в сковороду. Так, ставим сковороду, разогреваем ее. Сейчас я ее разогрела, она у меня горяченькая уже здесь. Ничего туда не наливаем, ни масла, ничего. На сухую сковородку просто нагреваем и туда опускаем грибы. Кладем грибы. Пока у меня там нагревается сковорода, чтобы не терять время, я порежу лук. Ой, луковица очень крупная, наверное, тоже грамм 400. Одна луковка это весит. Очень приятно ее крошить. И это ей больше нравится резать. Ну что, порезала, порезала, да? Вот. Значит, это я тоже буду обжаривать вместе с грибами. Вот такой сковородок. Посмотришь. Это не на сухой гриб. Алик, Алик, Алик стоит, смотрит, как он сидит, смотрит, как заороженый. Мне понравилось. Алик разговаривает на английском языке. Так, я туда уношу досточку. Вы стойте здесь, сейчас я подойду и начну смешивать сыр и яйца. Белок и яичную смешиваю. Ну, хорошо. Сейчас я тебе дам на английском, у него помидорки, и он называет на английском. Осторожно, Алик, не упади. Политочку. Пожжи. Что, вкусно, Аликс? Ой, течется. Ммм, как вкусно. Ну, давай, трем яички, 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 яйца трем. Я на крупные стурочки. Их натираю. Ну, мисочку у него опять штучку, но нет, он будет. Вот что мне здесь нравится, так это яйца. Не знаю, они какие-то вкусные, мне кажется. А остальное все там перестало нравиться. Все безвкусно. Мне, например, не нравятся помидоры, но они не выращенные в доме. Они, мне кажется, везде такие безвкусные. Ну, конечно, если ты покупные, покупаешь, они все такие. Ну, я уже, я не знаю сколько, три года, вот сколько я их не была дома. Сколько я и не пробую. Раз, вкусные помидоры. Вот я яйца потерла, теперь я тру чесночок. Вот, это яичную смесь. Ой, чеснок уже не теряй. Ну, у тебя же есть чеснок, Аликс? Да, я не пользуюсь, я покупаю порезанные кипы. Все порезанные, покупаю. Да, действительно. Так, все. Тут, кстати, в магазине, и ты знаешь, не набила, они в яйца продаются порезанные. О, порезанные. Ну, очищенные. Варенные, почищенные. Ну, тут в прошлый раз мы еще с тобой снимали. Так, и сколько тут взять этого сыра? Ну, не знаю, вот так. Сейчас еще полную руку. Да, загребем. Грамм 300, наверное, загребла. Угу. Тут смешанный сыр двух видов. Вот такая у нас будет сырная намазка. Сбудешь еще, Алекс, помидорку? У меня там уже скалория нагрелась. Идем сюда. Сейчас опускаем сюда грибы. И, не закрывая крышкой, просто вот так оставляем. Они должны выпарить влагу. Окей. Кладу сюда вот таких вот. Вот это вот маленькие ложки, где-то примерно это две ложки. Маленькие ложки. Ложка маленькая, это не столовая ложка. Это больших две ложки, где-то Маня заположила. Перемешиваю эту яично-сырную смесь. Понравился Алексу чики, который ты сготовил. Две салатика. Ну, дай ему. Долго, я люблю. Я здорово, мы его, кроме как на видео, не кормим. Так, все. Это у меня готово. Салат такой очень легкий и готовится быстро. Вкусный. Вот я, надо сказать, поставила шампиньоны. И вот где тут вода-то? Ее даже и близко, и нет. Совсем-совсем очень мало. Ну, сейчас выпарится вся влага. И я подолью сюда три ложечки, а то и две. Оливковое масло. И обжарю лук. Вместе с шампиньоном. Приехали родственники. Так, а я наливаю ложки три масла. Наливаю. Такой запах будет вкусный. И вот это пускаю сюда. Лук. Перемешиваю все это. И оставляю все, как буду, обжаривать до золотистого цвета. Я собираю салат. Вот такой звук от собаки. У меня остались простые грибы с суком. Если бы у меня была разъемная форма, то у меня бы было ничем не сыграло. Ну ладно. Так постараюсь. Спартанское такое. Спартанское такое. Спартанское, в основном, да. Доча моя, просто она не готовит. Ей так все не нужно. Значит, первый слой у меня вот эти грибы. Следующий слой у нас вот эта вот смесь. Яично-сырная смесь. Прям так щедро. Смалываем. Да. Яично-сырную смесь я распределила по салату. Теперь распределяю курицу. Курица. Может быть, не совсем красиво, скажу я вам. Но уверяю, что это будет очень вкусно. У нас тут на заднем фоне сопровождение родственники разговаривают. Так, следующий слой после курицы. У меня опять это яично-сырная смесь. Такая щедрая порция. Ну все оставшиеся выложу. И осталось у меня последний слой. Это как типа данного украшения. Такие вот помидорки. У меня в данном случае помидорки черри. Вот так вот резать пополам. И укладывать. А укладывать можно как вы хотите. Цветочки больше не знаю еще. А это у меня просто стихина родилось. Последний штрих. Ну, формы у меня не было. Мне же надо теперь эту тарелку очистить. Я взяла салфеточку. И вот так вот салфеточкой протру. И вот такой вот салат. Любимый муж на пороге. Можно даже сказать. Быстро же очень приготовился. Отлично просто. Супер. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok